здравствуйте друзья у нас сегодня в гостях на канале доброволец батальона имени калиновского дзянис кит и позывной как ни странно кит я правильно сказал да кит дзянис что мы сформировали с вами диалог мы сначала с вами поговорим и ответим на те вопросы которые меня интересуют а потом перейдем к вопросам которые оставили белорусы и что интересует их я вам позадаю на что сможете ответить и что считаете небезопасно не отвечайте хорошо с самого начала расскажите пожалуйста не знаю свою краткую историю жизни судьбы как вы пришли к тому что вот мы берем у вас интервью и нас всех интересует что происходит с вашей судьбой с вашим батальоном и вообще с войной немножко о себе можете рассказать да конечно меня зовут денис русском через дзянис позывной кит исходит от морского животного не от кота украинского от морского животного приехал в украину начале 15 года до этого были попытки еще в четырнадцатом году приехать в украину чтобы после майдана там принимать участие скажем так защитить территории украины до целостности свободы приехал в украину возрасте 18 лет вот и изначально удалось попасть скажем так в пол козов всем известный вот и успешно в принципе там стал инструктором вот пробыл инструктором около инструктором чего извини да я изначально был инструктором по физической подготовке а далее повышение квалификации прошел и стал инструктором только по физической подготовке но и скажем так занятия тактической подготовки обращение с оружием передвижение группами так далее и тому подобное откуда в 18 лет такой опыт чтобы уже учить опыта не было опыта не было в том то и дело что изначально когда мы приехали я был инструктором по физо занимался я еще в беларуси скажем так ну в зал ходил еще что-то то есть было понимание того как привести свою физическую кондицию ну в правильное русло да куда-то направить поэтому что касательно каких-то физических упражнений было четко ясное понимание что лучше делать что лучше не делать как не сломать людей и т.д. и тому подобное ну и хочется сказать что на тот момент командир наш на тот момент понимал как бы что мы достаточно юный 18 лет однако видел и понимал что мы растем не по годам а по часам и скажем так старался нас управлять в нужное русло давал нам какие-то задания чтобы мы развивались и т.д. и тому подобное ну и так вышло что в дальнейшем он начал привлекать уже на наше обучение инструкторов с разных стран там к нам приезжали люди там с иностранного легиона с французского легиона боевые ребята которые нас уже обучали непосредственно боевой подготовки были там скажем так что касательно стрелковой подготовки у нас были инструктора чемпионы мира европы непосредственно по стрелковой подготовке это спортсмены да украине вот и вот так вот скажем так получая разный опыт от разных людей он у меня копился 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 и в итоге как бы я стал не только там инструктором по физо но и меня стали чаще привлекать как инструктора по тактике по подготовке вот ну и должен сказать что помимо меня то есть мы приехали с ребятами ну я не один приехал вот нас было там несколько человек и все мы скажем так у нас была такая задача такая что каждый был взаимозаменяем что это значит что каждый мог бы вести одну из трех дисциплин то есть физо медицина и тактика чтобы мы были универсальными солдатами скажем случае чего ну в конце концов до этого в принципе дошло что то есть ты медицину да и медицину знаю на уровне бойцов что нужно им знать на поле боя чтобы не грузить голову какой-то супер пара медицины там углубленные но на уровне базовых знаний я знаю первую необходимую помощь оказать да хорошо а скажи мне тогда пожалуйста до сегодняшнего дня сейчас еще доберемся а как ты в 18 лет в таком ну назовем это так юном возрасте решил ехать и защищать украину находясь ты был тогда в беларуси правильно да ну а как же пропаганда соловьев скобеева и все остальное я телевизор не смотрел абсолютно ну то есть я перестал понимать что такое телевизор где-то с 14 я абсолютно вообще не смотрел появился интернет появился компьютер появились единомышленники друзья мои и мы в своем векторе понимали что правильно что нет смотрели интернет больше еще тогда как раз появился вот этот вот ну появились первые видео про майдан и так далее и тому подобное начали резко скажем так наблюдать за этой всей ситуации и когда стало известно что крым захватывают ну для нас внутри щелкнул тумблер вот причем ну наверное немаловажным таким моментом было то что мы с ребятами уже на тот момент там лет шестнадцати до себя готовили скажем так наверное как по какому-то культу воинов культу викингов что ли ну то есть какое-то такое понимание что там мужчина должен там уметь там с оружием обращаться еще что то причем ну я как вы понимаете не успел пройти службу в армии потому что как раз таки в тот момент когда меня должны были распределять в часть я уже уехал в украину вот и скажи пожалуйста денис ты с друзьями приехал да 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 и мы приехали с друзьями нас было четверо человек вот и как раз четверо мы стали инструкторами в дальнейшем все живы нет литвин илья вот как раз таки погибший про которого ну уже там снято несколько там на эпизодов это как раз таки один из тех с кем я учился еще вот и к сожалению вот в ходе в буче до в ходе боевой задачи мы с ним были рядом так получилось в том бою тоже был да да мы с ним были расчет рпг то есть мы вдвоем работали с ним до бучи дойдем это очень интересно я тоже был это очень страшно скажи пожалуйста вы все это время были при азове правильно какое-то время дамы были инструкторами потом скажем так как это сказать скажи как вы оказались батальоне калиновска да давайте вот так вот перепрыгнем находясь находясь в этом в азове побыв инструкторами мы достигли какого-то своего предела плюс на тот момент уже поскольку мы были белорусами имели белорусское гражданство наше нахождение официальное было под вопросом в полку и все карты сложились так что нам нужно было по чуть-чуть уже оттуда выдвигаться потому что уже там и свои сержанты у них подходили уже подготовку проходили и в общем все сложилось так что мы должны были уходить из золы и так получилось что на тот момент мы уже наладили контакты с остальными белорусами которые были там при правом секторе при тактичной группе беларусь если кто-то слышал вот мы наладили контакты с белорусами собрались и поехали все в маринку сразу же приехали да приехали в маринку и там удалось нам выбить базу под нас всех под всех белорусов которые собрались и это был новый этап скажем так ну этап в котором я почувствовал что совершенно другое другое дело когда рядом с тобой стоит такой же как и ты белорус и это ну такая какая-то гордость внутри тебя что ты не один такой психологическое состояние последний вопрос я хочу задать про азов вот ты с ними прошел много времени много твоих друзей в мариуполе сейчас есть несколько человек порядка пяти человек с которыми пытаюсь там сейчас связь держать не всегда у них получается выходить на связь там бывали даже там сейчас ситуации которых нам сообщают что там кто-то погиб кто-то не погиб и в итоге там пока эта вся информация проверяется ну оказывается так что там человек к вечеру выходит на связь да и как бы мы такие вот все вот сейчас в таком состоянии что естественно волнулись они конечно герои прям герои из героев столько дней в окружении держать город браво ребятам ну и инструкторы хорошие были смотри война 24 февраля как ты встретил где застал где ты находился и перейдем уже к формированию батальона в общем-то после того как я после зова был с белорусами мы побыли в маринке потом пришла скажем так гражданская жизнь вот мы были какое-то время все на гражданке себя нашли с ребятами и все и каждый занимался скажем так своей работой вот и когда начали стягивать войска мы опять-таки мониторили за все ситуации смотрели у нас с ребятами не было никогда такого понимания что вот все закончилось война закончилась она для нас никогда не заканчивалась еще с четырнадцатого года и момент когда началось все у нас уже был скажем так план набросен немножечко там что у нас есть место точка сбора куда все приезжаем и вместе решаем куда мы можем привыкнуть вопрос на тот момент решался очень быстро это был вопрос о том у кого есть оружие на данный момент да ну и так получилось что первым первым местом куда мы пришли это были ребята с азова потому что нас уже кто-то там знал у нас за это все время опять-таки мы были в этом движении то есть мы помогали где-то как и получилось так что мы очутились там в азове в теруазов в киеве как раз когда начал началось наступление сформировалась теруазова и мы при теруазове были были в малой ну было скажем так малая группа нас и после того как мы поняли что мы здесь закрепились немножечко мы пообщались с руководством азова которая в принципе сказала что если у вас есть люди которые готовы ехать сюда то естественно пожалуйста пускай приезжают все плюс зеленый свет и вот как раз таки и тогда начались уже первое вещение о том что формируется батальон кастуся калиновского при теруазов это вот первое то что было да мы набирали набирали всех волонтеров скажем так ссылали все вот на вот эту информацию потому что на тот момент мы были при теруазов сейчас же ситуация ну через время ситуация поменялась вот никто ни с кем там не ну скажем так не прождует мы просто нашли скажем так мы нашли место где нас смогли оформить и это официально при засу сейчас мы все вместе белорусы а есть не белорусы в батальоне калиновского ну нет у нас условия такое что только белорусы ограничения по возрасту есть там я читал один из вопросов спрашивали контракт на службу по моему до 65 лет я так понимаю потому что это официальный контракт то есть вы подписываете данный контракт военный билет так что вы официально давайте давай тогда вернемся трагическим моментом начнем сначала ваш первый выезд куда был ирпень буча ворзель куда вы изначально первый выезд еще при азове когда мы были поехали мы в аэропорт васильков вы там вверху зачищали я понял десант да да которые десантники пытались там короче захватывать аэропорт пытались какие-то координаты там скидывать и мы поехали на укрепление аэропорта вот и по моему была информация была новость потому что как раз в ту ночь мы там были дежурили прилетела ракета там на топливный склад но не на аэропорту а там где-то рядом как раз таки в этот момент мы сидели там боковых мы накопались это но тогда так нормально очень сильно ударило большую десант не зачищали его защищали наши скажем какие-то другие ребята на тот момент просто они шли ну мы днем выдвигались по скажем предварительной информации пытались днем их найти какие-то следы потому что видели ребята как они не приземлялись вот днем мы пытались где-то зачищать в итоге днем у нас ничего не вышло скажем так найти а ночью когда ночь наступила произошли бои в тот момент я слышал как там работают ребята засушники и смотрю буквально новость на утро что была ликвидирована отряд и взят в плен там командира этого отряда российских это происходило прямо там вот но это была первая наша скажем так миссия когда мы выехали далее формировалась группа уже исключительно из людей которые имели опыт с четырнадцатого года вот формировалась боевая разведывательная группа которую попали мы с лейтеном вот то есть в этой группе были люди исключительно с опытом то есть было вот такое требование поэтому-то новичков никого не брали вот мы собрались нам сказали что мы едем ну в сторону рпеня гастомеля куда-то туда в те края тот момент там еще была непонятная ситуация с рпенем вот ну и мы поехали в общем-то поехали через пару дней там некоторых там локации мы понимаем что мы едем ну нам говорят что у нас есть задача по буче вот сейчас там бучку пытаются взять так что ребята есть задача наша группа составе такого-то такого-то количества задача нашей группы будет выдвинуться вперед и скажем так не дать проехать вражеской техники по дороге окружить бучу через ворзель вот и ну водные дали таковые что как бы ну неизвестно сколько там будет техники просто ну скажем так там до 10 там ожидали единиц техники может быть да ну и в общем то силы мы собрали на такое количество техники идти пришлось там пешком достаточно долго там через бучу вот но вы туда к трассе условно окружной шли со стороны ворзеля да они там по моему логистических складов стояли другое с другой стороны то есть не за мы не из-за ворзеля шли а мы наоборот к нему шли ну я говорю со стороны бучи в сторону ворзеля и вот эта трасса по которой они хотели выйти на житомер да 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 и в общем то мы шли там вдоль этой трассы я уже видел там разбитую технику еще что-то понимал что как бы ну где-то мы близко идем уже да плюс все это время работает артиллерия наша там сбройных сил украины вот доходим до самой точки вот этой развилки и принимается решение поскольку дорога идет скажем так развилка то принимается решение что часть группы смотрит одну дорогу часть группы закрепляется смотрит другую дорогу вот потом спустя какое-то время мы слышим что техника ну там где-то гул идет мы их визуально особо не видим но слышим что гул есть они ездят туда-сюда вдоль там деревьев понимаю что там есть вот и все произошло в принципе быстро по дороге которая шла скажем так между жилыми домами они решили пустить технику они решили ехать не той дорогой которая рядом с полем а той дорогой которая между домов живых вот они поехали и ребята начали их встречать завязался плотный в ходе которого ну скажем так нам пришлось сняться с этого вектора дороги асфальтный и побежать помогать ребятам потому что мы поняли что они погнали тех с другой стороны вот ну из того что вот я помню как это все происходило был плотный контакт стреляла отовсюду свистела вот поскольку мы с литвином были расчетом рпг вот непосредственно гранатометчик который стреляет я 2 в номер в какой-то момент литвин выбрал время выбежал отработал забежал вот этот отель viva san marina от него там сейчас вообще ничего не осталось ну вообще ничего не осталось а там был там скорее всего будет какой-то материал вот и посмотрите там действительно вообще ничего живого не осталось некоторые здания вообще которые были их просто сдуло ну то есть я не знаю достаточно жарко там было у нас мне было интересно между прочим да попасть есть люди которые наоборот избегают каких-то таких мест, да, мне наоборот было интересно попасть в это место и увидеть это все в дневном свету, как это все выглядит, потому что мы оттуда выходили ночью, так вот когда встретили и когда пошел контакт весь этот ну мы ожидали, что скажем так, их там до 10 единиц техники будет, да, какой-то контакт произошел получилось так, что мы закрепились в этом Viva San Marina и начала сводиться по нам то ли артиллерия, то ли ствольная какая-то штука и был первый прилет, прям рядом с этим местом Viva San Marina в какой-то КАМАЗ прилетело ну в итоге мы все забегаем на территорию этого комплекса для отдыха и у нас сейчас стоит четкое понимание, что у нас есть там несколько вариантов развития событий, это первое мы сейчас бежим там в сторону поля которое тоже простреливается непонятно откуда, как и где бежим, второй вариант бежим, отходим через дорогу по которой уже стоит техника вражеская, где нас тоже покосят скорее всего и третий вариант это занимаем здесь позиции и сражаемся до последнего вот, это вот было три варианта, которых у нас у наших командиров и у нас у всех крутились в голове естественно, мы выбрали ну последний вариант закрепляемся и будем принимать вот, не было абсолютного понимания сколько там техники едет было понимание, что они едут вот после первых обстрелов после вот этой стрелкотни они начали сводиться начали закидывать минами, ствольной артиллерии у нас естественно были первые трехсотые вот мы забежали в самый главный корпус его савмарина пережидали, пережидали потом, как я сказал вот Литвин побежал отработал в РПГ, забежал вроде как ждал-ждал-ждал а потом он то ли хотел еще раз пойти от работы то ли что еще он выбегает на улицу как раз я слышу приход ну, прилет какой-то мощный все, ну, скажем так все, мягко говоря понимают, что метко бьют да, то есть как бы слились и в тот момент я помню, что нас всех позвали на улицу, ребят и сказали, что есть бункер а там бункер ну, просто какой-то подвал который там, ну, я не знаю два на два а нас 20 человек как бы все все туда побежали вот и на тот момент у меня не было ну, то есть не было какой-то такой мысли там что Литвина могло там где-то за 200 да за 200 это вот 200 это формулировку проговорю 200 это погибший 300 это раненый вот когда я прибежал уже в этот подвал у меня начали крутиться мысли в голове о том где Литвин где-где-где-где-где у меня вообще просто мысли не сходятся я понимаю, что два варианта событий это либо он 300 раненый либо он 200 ну, погибший и в любом из исходов мне нужно его найти вот прилет второй был как раз в здании это главное оно уже загорелось второй этаж полностью пылал вот а я бегаю не могу угомониться думаю где же он может быть вроде как видел, что он прошел на второй этаж думаю дай пробегу посмотрю забегаю туда на второй этаж кричу везде Литвин, Литвин забегаю в огонь кричу никто ничего не отвлекается вроде там визуально не вижу спускаюсь выбегаю на выход и краем глаза просто замечаю, что Литвин лежит прямо возле входа эмоции на тот момент как бы нахлынули ну это само собой но ситуация такова была что меня не унесло далеко вот это эмоции я абсолютно понимал что это просто жопа что все я как бы давал отчет что Литвин 200 он погиб он бледный вот меня там переполняют эмоции я там берусь за голову ну до конца не верю что это произошло потому что ну все-таки с 14-го года да то есть как бы были не в малых там операциях Литвин там из копов выходил и как бы до конца вот мы как-то относились к этому всему конфликту как и сейчас тоже обойдет то есть не такое переживали а когда я прибегаю и вижу что он лежит ну все он бледный у меня как-то такое просто мир переворачивается тебя спускают с небес на землю ты понимаешь что все не так просто все-таки сейчас все по-другому я там быстро командую одному из ребят чтобы его оттянуть в нормальное место потому что на тот момент первых трехсотых раненых тяжелых уже договорились и транспорт приехал уже грузили их вот загрузили первых трехсотых они уехали благополучно и была информация что за нами будут ехать броня техника нас вывозить всех двухсотых и всех трехсотых поэтому я ко всем остальным подтащил Илью вот и ожидаю думаю ну все хорошо хоть нашел то есть как бы я думаю ну вот хотя бы нашел потому что до этого страшно было что я его не найду вот эта неизвестность она как бы очень сильно сбивала сейчас я нашел и все жду ожидаю и происходит вторая фаза боя да опять начинаются обстрелы вот но перед этим как бы я его тащил и мне один из ребят говорит иди займи вот эти домики и наблюдая вектор сбучи потому что там должна ехать наша техника броня которая будет нас забирать как только увидишь кого-то выбегай маяку и нам будем как-то выходить я говорю хорошо прибегаю в эти домики сижу жду смотрю этот объект на дорогу и действительно слышу какой-то гул ну то есть что-то тяжелое едет думаю ой как хорошо все наши сейчас нас заберут все круто вот но в какой-то момент я просто понимаю что этот гул идет не оттуда откуда надо и он идет просто вот так вот рядом со мной стена он прям за стеной дома этот гул усиливается то есть со стороны и оттуда откуда был контакт ну я уже понимаю что к чему не спеша поворачиваю голову в окно ну и вижу вот это БМП-2 зеленого цвета с буквой В на борту я офигевший стою аккуратненько чтобы ничего никто не услышал выбегаю во двор к ребятам а там же раненые двухсотые там все там что-то оказывают помощь я бегу и кричу типа что нас окружают ребят типа ну все жопа нас окружают ну все технику видел туда-сюда то есть пытаюсь всем проинформировать ну все естественно понимают чем это может закончиться и как раз когда я начинаю кричать что нас окружают они опять сводят арту опять начинается прилет и опять начинается вот это все вокруг этот хаос и мы принимаем решение бежать все оставшиеся выжившие группой в одно из самых больших зданий это вот самое главное вилла Сан-Марина вот при этом часть ребят откалывается от нас убегает в другое здание как оказалось я потом расскажу историю вот после того как мы отбежали в этот дом мы заняли скажем так круговую оборону все входы выходы которые могли только быть мы взяли под прицел и просто ждали вот ждали 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 до одного момента пока не начало туда просто лететь абсолютно все вот уже после того как я там вот я же недавно туда ездил я смотрел количество гильз 30 калибра ну просто дошкаливает теперь я понимаю чем они лупили там валяются туры там валяются тяжелые вообще всякие эти хвостовики этих ракет короче били они чем попало короче что было то и вот и в какой-то момент нас они оттянули еще дальше скажем так на кухоньку вот сидеть там где мы сидели до этого уже было невозможно туда прилетело что-то тяжелое было все в пыли в дыму каком-то ничего не понятно естественно мы встали и отбежали еще дальше ближе к черному выходу вот и заняли там позицию скажем так на этой кухоньке на тот момент один из моих тоже близких друзей украинец Женя Стрелок вот у него поздно стрелок он был командиром до того как его ранило а в ходе вот этого вот скажем так обороны его ранило я прям слышал как он прикрывал тылы а я смотрел передний вход и его я слышал как стрелкотня произошла его ранило и он и он уже на тот момент сказал что хлопцы я 200 200 я 200 то есть у него было серьезное ранение и он уже понимал насколько оно серьезное сразу говорил что он не раненый а сразу говорил что я 200 по любому однако наши парамедики запинтовали его затимпонировали получилось его адекватно положить стабильное положение укрыть одеялом термо одеялом то есть и он с ранением достаточно серьезным бедренной артерии те кто знают что бедренная артерия человек может выйти еще за считанные минуты вот это серьезное кровотечение он пролежал стабильным 12 часов то есть все то время которое мы там потом в дальнейшем держали оборону он был стабилен мы подходили к нему постоянно его там там все нормально да все нормально то есть он лежал вот Женя ранило его там перебинтовали дальше мы сидели смотрели эти сектора потом как я уже говорил нас оттеснили немного в кухню потому что туда прилетело что-то очень ну то есть в холл прилетело что-то очень серьезное мы с ребятами скомкались и убежали в эту кухню все сели сидим разбили группу из 10 человек скажем так две подгруппы и все сидим смотрим дальше в тишине сектора на тот момент уже сколько мы понимали что они уже достаточно много потратили боеприпасов каких-то тяжелых вооружений у них была идея скорее всего что мы уже там немножечко того что нас уже никого нет поэтому мы естественно решили подыграть им и естественно наша одна задача была это уже действовать максимально тихо то есть они понимали что мы тут но не понимали мы живы или неживы потому что туда прилетал я еще расскажу очень много чего тяжелого вот и мы скажем так взяли сектора и в полной тишине сидели наблюдали сектора кто-то перевязывает кого-то кто-то помогает но все главное в полной тишине делали и в какой-то момент это еще было достаточно светло где-то около 5 часов вечера или 4 часов вечера вот сам контакт весь начался где-то в 2-3 часа дня вот в какой-то момент я начинаю слышать с одним парнем мы смотрели сектор мы начинаем слышать шаги просто шаги шаги идут идут вот как раз из хола и как раз таки в тот вектор когда мы смотрели оттуда выходит просто из-за барной стойки из-за барной стойки появляются две головы вот мы наблюдаем за этим всем наблюдаем вплоть до момента пока мы четко и ясно не видим российский пиксель российскую цифру то есть камуфляж и в тот момент когда он поворачивается один из вот этих вот чистильщиков неудачников мы даем отмашку с парнем и отрабатываем отработали дальше скажем так я сменил позицию такой позиции на другую и все я смотрел уже тот же вектор только с другой стороны вот в этот же момент была попытка такой же малой группой зачистить нас с тылов ее предотвращает еще один наш боец работает на опережение слышит шаги работает на опережение выходит из-за угла отрабатывает убегает и в тот момент я слышу как яростным криком недовольным кричит один я так понимаю солдат РФ добейте меня маты 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 добейте меня туда-сюда ну и один из ребят выполняет желание российской федерации солдат российской федерации просто кидаем ему гранату и наступает тишина мы дальше сидим ждем наши сектора держим и ожидаемо что было дальше то есть они отвели опять немножечко технику назад и опять по второму кругу начали долбить все это потому что у них было понимание что мы ликвидировали группу зачистки значит мы живы значит надо продолжать нас бомбить опять-таки нас бомбили 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 и на тот момент мы уже четко ясно понимали что мы в полном окружении то есть гул техники стоит уже просто вокруг дома и мы понимаем что это не наша техника по-любому пустим немножечко момент с нашей эвакуационной группой как мы поняли что эвакуация все-таки не произойдет в тот момент когда мы оттянулись к кухню мы ждали нашу технику она таки все-таки приехала но поскольку техника вражеская уже подъехала к нам слишком близко у них завязался бой с нашей техникой в ходе которого там тоже были двухсотые и по рации мы слышали что они вынуждены были отступить обычное тактическое решение правильное решение и ну никто в тот момент типа там вот блин какие же они плохие типа вот они нас бросили не было такого вообще понимания ни у кого все понимали почему они отъехали и это было правильным тактическим решением то есть на тот момент никто не говорил о том что типа а как же мы всем было четко и ясно понятно что мы мы скорее всего здесь героически погибаем а если ну то есть если погибнем то рад был знакомству как говорится все герои все молодцы если не погибаем выживаем каким-то чудом то всем спасибо что прикрывали спины и просто бесконечно рады но на тот момент когда нас открыли и когда было полное окружение техникой у меня у меня я за себя скажу не скажу за ребят было 99 99,9% что мы все тут погибаем и это не было какое-то отчаяние это было четкое четкое понимание что вряд ли мы отсюда выживем выберемся куда-то они сейчас захотят нас еще зачистить сюда что-то еще прилетит и скажем так удача закончится и вот когда вот эти вот ребят которые из российской армии российская пыталась нас зачистить у них это не получилось они отвели технику обратно начали отрабатываться всего тяжелого стреляли 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 прилетало на тот момент нам удалось одному из наших ребят удалось связаться с нашей артиллерией и удалось все-таки вызвать на нас арт-обстрел то есть он забегает потому что там не ловило в доме он выбежал поговорил забегает в дом и говорит ребята у меня хорошие новости я вызвал арт-обстрел на нас блин и какая же это была все-таки радостная новость вы не представляете себе как обычно бывает арта работает все-таки ой ужас ужас а тут ты сидишь в доме в картонном и слышишь эти слова и ты думаешь да ура наконец-то сейчас сейчас помогут круто в нас прилетит да похер ну это хотя бы их испугает то есть чтобы они хотя бы куда-то отъехали и вот вот этот момент действительно запомнился потому что там парень в казану Маули забегает и это как та фраза русский корабль один и три буквы да так же эпически звучало он забегает и говорит ребята все хорошо я вызвал арт-обстрел на нас все хорошо и все-таки юху ура круто потому что гул техники стоит и мы понимаем что даже если прилетит в наш дом то они испугаются и возможно отъедут вот и естественно арта начала работать через какое-то время это заставило часть техники я так понимаю двинуть вперед на направление бучей а часть техники отодвинуть назад потому что они не захотели оставаться там куда уже стреляет то есть они видимо наверное подумали что а ну раз арта уже стреляет сама туда то видимо связи у них нет и видимо скорее всего там все уже там двухсотые типа все дело сделано как бы наверное они так подумали и скорее всего немножечко отвлеклись от этого здания вот а наше же понимание было такое мы сидим мы сидим в полной тишине до сих пор вот и было единственное единственный шанс это дождаться ночи дождаться темноты и под покровом ночи и темноты попытаться попытаться выйти если нас до этого времени никто не не уничтожит да ну и все сидим ждем 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 темноты время летело вообще я не понимаю как оно там вообще странное такое состояние было там еще одна деталь такая была поскольку это все прилетело был пожар какой-то на верхнем этаже до сих пор горел весь этаж да и огонь по чуть-чуть подползал к нам на первый и вокруг везде валялись эти пожарные извещатели вот и они их было настолько много они звучали просто в унисон и это в какой-то момент я просто сидел у меня в какой-то момент как будто иглами в уши просто бьют вот ну настолько оно как-то так раздражало вот через время так сидели ждали в какой-то момент перестали нас бомбить эти москали вот после попыток нашей артиллерии отработать по ним вот но опять-таки не было четкого понимания вообще есть какая-то техника есть какая-то пехота вражеская вокруг нас вообще ничего не понятно было и мы просто сидели в круговой оброне просидели мы там 12 часов глубоко ночь наступила за это время не буду углубляться в какие-то подробности лежал со мной парень рядом вот и ну я чувствовал что прямо из него вытекает жизнь то есть да есть такое понятие вытекает сленг вытекает что это значит это значит что он теряет кровь теряет ее достаточно много и в какой-то момент просто жизнь уже вытекает из него самого причем было скажем так ну какое-то такое странное ощущение безысходности что ты не можешь ничего сделать потому что все уже максимально сделали то есть там турникеты зажаты еще что-то сделано то есть как бы просто за неимением каких-то перевязочных моментов ты просто не можешь ему помочь и единственным наверное моментом который я на тот момент решил помочь ему это просто пока он еще в сознании там я его взял в руку да время от времени я проверял его силы говорил ему сжимай мою руку там он сжимал все хорошо в какой-то момент его хватка там слабела все слабее 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 я понимаю что он уходит вот ну и ничего кроме как какого-то духовного успокоения что-то культа воина да то есть мне ничего в голову не пришло потому что ну я ничего не могу сделать я просто ему сказал что вот спасибо что ты был с нами какие-то добрые слова я ему сказал просто ну как на путь тебе такое что как бы рад был знаком с этим слабым воин ну что-то такое вот и за это же время в течение 12 часов я успел получить ранение от одного из прилетов чего-то огромного в комнату вот ранило меня в левую руку не понимал серьезность ранения сделал все по протоколу наложил турникеты сделал все сам себе все сам себе и как бы сообщил что я 300 легкий я там по состоянию понимал что легкий как бы ну вот нормально функционировать левая рука на тот момент не могла и я просто держал сектор правой рукой просто положил автоматом какую-то плитку и все и держал дальше сектор просто с одной рукой и в тот момент когда наступила темнота ребята с ЗСУ кстати с нами были несколько человек наша связь полностью подохла рации наши все уже поумирали а вот у ребят с ЗСУ была еще связь с группой прикрытия ему удалось скажем так договориться за транспорт который смог бы подъехать к какой-то безопасной словно точке на тот момент и забрать нас точка была там в полутора километров от этого места где мы находились но это хоть что-то было хоть что-то обнадежившее и у ребят были там приборы ночного видения на тот момент не у каждого такое было да и сейчас не у каждого есть такое и как бы у них у троих были вот эти приборы ночного видения и они сделали изначально сказали что мы идем на первую разведку посмотреть что происходит но перед этим он договорился еще раз на артобстрел для чего это было сделано для того чтобы когда так и произошло вот он вызвал артобстрел арта сработала прилетело хорошо рядом туда куда надо вот и в тот момент мы не услышали первое какого-то шебуршания пехоты второе мы не услышали каких-то движков техники что кто-то заводится не услышали какого-то кипиша а это нам дало то что скорее всего здесь может быть никого нет то есть это дало надежды какую-то хорошо после артобстрела посидели еще пару минут все ребята пошли на первый раз прошлись прошли в одну сторону прошли в другую сторону собрали информацию приходят и говорят значит так здесь стоит одна дежурная машина ну москальская вот на габаритах ну машина именно бронемашина вот на габаритах стоит там-то там-то значит так план таков берем всех раненых у нас есть у троих перебор ночного видения мы как боевая единица вы всех тащите раненых все плюс-плюс до этого мы держали режим тишины где-то там около двух часов никто ничего не говорил там да ничего абсолютно не происходило и в момент когда мы уже собирались выходить просто по закону подлости происходит следующая ситуация просто один из ребят случайно делает самострел ну то есть начально нажимают на спусковой крючок происходит выстрел и мы такие блин типа только не выстрел ну то есть как бы что-что а сейчас нам тишина нужна была как как ничто другое тут этот выстрел мы такие посидели еще 10 минут думаем ну сейчас если будет зачищать то это будет вообще фиаско в итоге посидели вроде ничего не произошло окей выдвинулись взяли всех раненых я там был с левой рукой проблема у меня я взял паренька у которого проблема с правой ногой ну вот все выдвигаемся ну и группа выдвинулась ребята говорят и так типа каждый лишний звук это шанс что нас всех тут перебьют нафиг потому что вдоль дороги так как мы шли по лесопосадке вот этой стояла просто с периодичностью сколько-то там метров просто какая-то дежурная машина то есть бронемашина не наша ну вот соответственно в сторону Житомирской шли ну Житомирской трассы короче от Ворзеля в сторону Бучи ну вот так да и он говорит что тут стоит вот техника мы сейчас откроем двери в заборе и в силуэт двери будем идти вдоль забора так чтобы мы не выходили из силуэта двери ну чтобы не было силуэтов каких-то людей все типа только так и все шаг в шаг след в след идем ну он говорит все передавай информацию всем остальным я передаю информацию там должны понимать что раненые да им там совсем вообще не до этого они там ну им больно короче приходилось затыкать ну прям рты да чтобы была только тишина вот и в какой-то момент вот только тогда когда мы вышли когда вот единственный источник света был на тот момент это просто горящая крыша этого здания кстати когда мы выходили уже к нам подбирался огонь то есть стены некоторые начинали уже охватываться пламенем вот так что мы достаточно вовремя решили уходить вот и шли-шли-шли вдоль этой двери ну вот ты идешь уже весь из ненажон 12 часов не спишь не ешь ничего вот и только тогда когда мы там преодолели эту вот строжевую бэху которая там стояла да вражеская только тогда я подумал а может быть мы еще и живы будем ого ничего себе то есть какие-то такие мысли только тогда начали появляться что возможно мы еще будем живы вот но надо было идти до конца прям в полной концентрации вот ну а дальше не знаю хотелось бы сказать все как в фильмах да но ну не знаю я наоборот из всей этой ситуации как бы сказал что это ни хера не фильмы потому что в фильмах зачастую там все прекрасно все так удобно все комфортно пули аккуратно летают туда куда записаны режиссером а тут происходит тотальная не знаю детальный хаос в плане того что летит все отовсюду шьется стены с крупных калиберных пулеметов и ты находишься в этих стенах понимаешь что сейчас одна какая-то неудачная пуля или какой-то неудачный осколок летит тебе куда-то и ты ну все ты 200 или 300 тяжелый легкий непонятно вот и естественно это не фильмы естественно в те моменты когда по нам слетело мы сохраняли максимальное самообладание поскольку опять-таки я говорю что та группа была набрана абсолютно из ребят с опытом все были ребят с опытом все знали что такое арт-обстрелы но поговорив с каждым потом кто выживал ребята которые ветераны с 14-го года они сказали что подобной ситуации подобного боя вообще никто никогда и в жизни даже не видел и близко не подходил к таким условиям то есть я уже не говорю о том что мы в принципе вышли оттуда то есть каждый абсолютно не мог поверить в то что это произошло вот мы вышли шли вдоль дороги и к сожалению в какой-то момент стрелок тот который был раненый тяжело в какой-то момент он ну то есть как ребята рассказали что он в какой-то момент просто начал вытекать и я так полагаю что скорее всего то ли турникеты то ли что-то еще то ли какая-то может быть ранение которое не досмотрели потому что темнота была но к сожалению стрелок по дороге эвакуации он стал двести вот ребята его положили в место запомнили это место и ну его уже забрали и уже на данный момент уже проводили как надо то есть похороны состоялись как и литвина похороны состоялись все-таки мы забрали тела вот когда мы дошли до точки где нас должны были забирать появилась еще одна новая какая-то картина в моей жизни за 12 часов это новые лица то есть но там был такой еще интересный момент есть такая штука как пароли и пароли обычно там ну состоят из двух слов ты говоришь одно тебе говорят другое вот нам сказали эти пароли и я ребята которые с ночниками они ушли назад сказали идите просто прямо вас встретят ну мы хорошо темнота ничего не видно просто идем прямо и идут к нам два человека а я с раненым стою вот этим с ногой который и тут идут приближаются я кричу им слово они меня вот это ничего я такой блин этого еще не хватало ну говорю дружище присядь ложусь сам опять кричу слово им они ничего не отвечают просто идут к нам я думаю да ешки шматрешки ну что ж такое ну типа блин да не может быть чтобы так все кончалось как-то плохо опять кричу им слово и слышу что ребята уже на пыльском языке типа там еще свои свои хлопцы туда-сюда я понимаю что ребята я такой понимаю что просто они видимо не услышали что я там кричал вот в итоге они нас забирают я радостно вижу новые лица какие-то за 12 часов там ребят да которые нас забирают и все мы уже эвакуируемся в первый там военный госпиталь который там был не госпиталь а такая предвоенная какая-то медицинская часть где оказывают максимально быстро нашим тяжелым раненым помощь и вот все из моментов я не знаю я настолько был офигевший я никогда в жизни не курил вообще вообще никогда не курил я пришел сел говорю дайте мне сигарету просто хотя бы не в тягу вот этот охеревший момент я не знаю как это объяснить ты считаешь это твой второй день рождения абсолютно абсолютно да у меня такой вопрос а у тебя прибор ночного видения есть к сожалению нету у нас я общаюсь с инвентарами некоторыми и порой бывает тяжело объяснить им важность некоторых вещей подожди мы сделаем проще ты не объясняй вот я просто обращаюсь ко всем белорусам друзья которые смотрят мы всем помогаем всем помогаем в общем кому-то специализировано я считаю что сегодня у нас в интервью тот человек который просто обязан иметь на свой день рождения прибор ночного видения напишите пожалуйста в комментариях я потом этот процесс организую а с Денисом свяжусь по параметрам характеристикам что он хочет и давайте мы на день рождения Денису подарим а как он родился в Буче хороший прибор ночного видения если ты не против конечно не против это очень важная вещь знаешь с тобой это время просто вообще час пролетел на одной истории мы говорили что у тебя максимум есть час я бы тебя очень просил я думаю после этого интервью к тебе будет не 109 вопросов а 1014 мы бы вопросы оставили на потом я бы тебя просил если у тебя будет возможность не знаю через неделю еще раз встретиться и побеседовать да конечно ты потрясающий человек я тебе хочу от лица всех жителей Украины сказать огромное спасибо и знаешь вот в тебе чувствуется какая-то открытость искренность что мне с тобой очень интересно очень классно я хочу чтобы мы увидели в живую и я тебе покажу там где вы были где бассейны находились я не знаю вы там прятались в них нет мы с тобой вместе пройдемся там и сделаем еще белорусам места где ты родился второй раз пока живую без проблем я бы тоже огромное тебе огромнейшее спасибо и спасибо всему батальону Калиновского друзья ставьте лайк пусть белорусы видят я не знаю ты Денис наверное не знаешь у нас лозунг нашего канала хороших людей больше слава Украине живи Беларуси теперь уже концовка только одна смерть диктаторам да согласен огромное тебе спасибо спасибо вам живи Беларуси слава Украине